Так как я с клоточками и с галстучками другого, правда, формата уже закончил, и то, что я планировал на завтра я могу сделать сегодня, поэтому я решил сделать сегодня. Вы видите, у меня на груди, у меня появился орден, ну это за трудовые заслуги, не фотографии, конечно, это орден трудовых заслуг стимпанки. И я заметил, что наградного отдела стимпанки нету, и некому тебя представить в награде, ну и решил сам себя, во-первых, наградить, а во-вторых, помочь стимпанковцам, которые каждый где-то себе какие-то ордена достает, чтобы повесить гордо на грудь. Я решил им помочь, и это макет, это макет, который я ношу, я сделал крепления все, и теперь я проверяю эти все крепления, ношу его под пальто, под курткой, я кушаю вместе с ним, чтобы смотреть не упадет ли в суп. Ну и при работе я тоже его использую, то есть, если я делаю продукцию, я должен гарантировать качество, а качество оно проверяется вот в таком мирном труде. Ну опять же, можно еще и саблями помахать, попробовать, будет держаться, нет? Ну это все шутки. Итак, мы сейчас с вами подойдем поближе. И посмотрим, что же я все-таки сделал, почему это приспособление позволяет мне очень точно и быстро фотографировать эти бабочки. Причем при определенном угле постоянно и при определенном расстоянии они все будут очень похожи друг на друга, что мой заказчик очень любит. Итак, я сейчас подвину камеру, и мы посмотрим очень близко. Опять же, на пальцы не обращать внимания, потому что занятия стимпанком не дают ногтям очиститься, как бы я их не чистил, на второй день все то же самое. Итак, поехали. Итак, вы видите, что мои эти галстучки, бабочки на каком-то цилиндрике. Этот цилиндрик, он состоит из довольно-таки с одной стороны плотной, жесткой, где-то около полтора миллиметра, пленка такая. И в ней я проделал пару отверстий, использовал свои заклепочки от стимпанка. У кого нету или кто не увлекается стимпанком, то тот может использовать все, что угодно. Резинку можно использовать, потом проволочки, я не знаю, у каждого есть своя фантазия. Я взял, что у меня подвернулось под руку. А это у меня заклепок теперь, как у кота Матроскина, которая гуталину. Заклепали. Я сильно не приклепывал, потому что надо иногда разбирать. И чем эта штука хороша? Ну, во-первых, мы можем спокойненько... Сейчас покажу поближе. Так как она мягкая, то мы можем натянуть наше изделие очень довольно-таки хорошо. И я возьму карандаш, размечу, где будет у меня цилиндр находиться. И тут же стрелочкой я помечу, где будет находиться узел. Рядом спайдер-клюб, которого в прошлый раз не нашел, но потом поискал, нашел все-таки. И вы видите, в принципе, у всех бабочек почти один и тот же диаметр. И менять их довольно-таки быстро, и в то же время, даже убрав цилиндрик, можно всегда его поставить на место, повернуть, и у нас все будут бабочки на одном и том же месте. Ну что ж, сфотографируем. Как вы видите, сет у меня остался тот же самый, я просто немножко его подвинул поближе, опустил пониже сфотбок сверху, и все. В принципе, те же самые настройки. Берем бабочку, берем следующую. Гарантированно бабочка. Берем стоит на том же самом месте и никуда не улетает. Один в один. Ну что, фотошоп, пошли. Открываем картинку. Вот она наша бабочка. Так, за горизонтом пока болтал, не уследил, но это мало меня волнует. Я смотрю, тут пересветы идут. Немножко, немножко надо бы и убрать. Вот так. И тут кусочек у нас, падик торчит. Нам достаточно его, чтобы с панированием поиграем. Вот так будет хорошо открывать изображение. Открыли. Так как моему заказчику нужна только вот эта часть бабочки. Поэтому тут, не мудрствуя лукаво, мы берем перо. И быстренько, и скоренько. Потому как формы не очень сложные. Делать тоже без особых временных затрат. Ну, сколько я потрачу? 40 секунд от силы. Готово. Посмотрим, здесь еще немножко я промахнулся. Здесь поправим. Все. Порядочек. Теперь можем спокойненько сказать, что нам надо образовать выделенную область. Радиус растушевкой при таком большом размере. 1 пиксель. Хорошо. Так. И теперь. Ctrl-Y. Новый слой. Под новым слоем еще один слой с белым фоном. Вот она наша бабочка. Теперь откадрируем. Возьмем заданные пропорции 3 к 2. В изображение скажем, квадрировать. Все, откадрировали. И теперь остается очень простенько. Это мы сейчас с помощью Ctrl-Alt. Получается двойная стрелка. Скопируем изображение. Здесь скажем, применить маску. Тоже можно было применить. И этот слой потянем вниз и перевернем. Отразить по вертикали. Теперь мы непрозрачность уменьшим. Хорошенечко. Так. До 32 будет достаточно. Вот так. 35. И здесь создадим черную маску. Нажимая Alt. Теперь просто все. Вы знаете, как это делается уже. То есть мы берем белую кисточку. Большой размер. И постепенно с непрозрачностью, скажем так, 50% начинаем наше отражение высвечивать. Последний штрих. Мы идем в фильтры. И нам нужно усиление резкости. Умная резкость я, как всегда, беру с настройками 35-1.5 пикселя. Ок. Все. Очень хороший, качественный результат. За считанные минуты. Сохраняем. И отдаем заказчику. Ну, правда, их еще, по-моему, у меня там штук 40. Пойду фотографировать. Следующее видео завтра. Теперь уже точно завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok